Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, и мы с тобой продолжаем играть в Breastage. За кадром я посмотрел, помните, мы в той серии нашли ускоритель, там военный, ускоритель? А, баллон большой, военный баллон. Блин, сейчас. Военный баллон большой нашли первую часть, а вторую не нашел. Я, в общем, погуглил, правда, я не до конца понял, где... Ну, я не смотрю именно конкретное место, да, где, а я смотрю приблизительное. В общем, где-то, ребят, в том же районе, там еще один хрен лежит. Какой-то там полковник, генерал-майор какой-то там. Вот, и там же где-то лежит еще один. К северу, там к северу или к северу-западу, что-то. Короче, здесь где-то разные есть эти места. Маленький обломок там, типа. Одного мы нашли. Сейчас поищем. Может, найдем, ребят? Так, а там что у нас за этот... А, там инэс, да, там инэс. Сейчас мы поищем этот обломок на северо-запад. Что-то на северо-запад и на запад. Какие-то такие указания были. Один мы нашли. Вот здесь вот. Так. Один вот здесь вот мы нашли. Так, один полковник здесь был. Кстати, мы в военной форме. Нас эти не должны же трогать, правильно? Мы же в военной форме. Мы, типа, свои. А где-то еще должен быть. Потому что мы переместили. Потому что я где-то больше никаких осколков не вижу. Потому что мы здесь где-то. В тачке. А почему вы меня трогаете? Я же в военной форме. Алло, я же, типа, свой. Алло. Охрена я делал военную форму-то? Собрать смолу-то не собрать. Смолы много? Так. Что-то они меняют, ребят. Что-то я купил еще. Понимаю, что-то меня хотят. Да-да-да, кислород не вечен. Я в курсе. Полетели. Полетели. Ладно, одну свечку я использовал эту. Что-то я так и не понял, где. Типа, где-то еще один должен быть. Типа, два генерала здесь. Одного мы нашли. Второй генерал должен быть где-то. Еще где-то должен быть генерал. То ли это вот эти вот. Здесь два генерала. Может, здесь и там должен быть? Может, типа, это два разных генерала? Сдолбали мне этих хрена мамина. Может, вот это и есть генерал тут? Сейчас сдохну. Ну, пошел ты нахрен, как вы все метко стреляете? Алло. Сейчас сдохну. Вы померли, товарищи. Да, зашибись. Они, во-первых, метко стреляют. Очень метко. Во-вторых, они... Ты снова лгаешь. Да-да-да. Ты здесь, а значит, не мочу. Они, во-первых, метко стреляют, ребят. Во-вторых, они... Дамажат очень хорошо. Они дамажат очень хорошо. И где найти с собакой эту хрень, я не знаю. Вот там снизу один генерал. И где-то должен быть, якобы, еще один. Может, его убрали, я не знаю. Хотя я читаю там... А, я почитал, может, там эта старая информация была. Может, они его переместили внутрь. Может, внутри есть. Ладно, хер с ним полетели в этот майонезный. А, знаете, если я смотрю подсказки какие-то, надо прям стопроцентные смотреть, доскональные прям. Чтоб пальцем прям показали, куда это. Я же в военной, кстати, форме. Почему они по мне стреляют? Они что, охренели? Кстати, вот это тоже, мне кажется, немножко нелогично. Да, это было бы правильно. Типа, пока ты в военной форме, тебя дроны не трогают. Это было бы логично максимально. Кстати, у нас опять бак с бесконечным кислородом, ребят. У нас бак с бесконечным кислородом произошел после загрузки. Ну и хорошо. Нам оно и лучше. Но это до того момента, пока мы кислородом не подпитаемся. Как только мы подпитаемся кислородом... Жопа. Давайте. Так, так. Говяжье это. Сохраняемся обязательно. Потому что если что-то пойдет не так, ребят, то будет жопа. Осмотреть консоль. Пойдем. Так, если что, эта часть унесется туда. Куда-то. Так, а я куда-то сюда плыву? А, нет. Осмотреть консоль. Подождите. Здесь же где-то дверь. Правильно? А где дверь-то? Вот здесь же дверь, нет? Сейчас, 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 ребята. Главное, что? Главное в таких ситуациях, ребят, не нервничать. Не нервничать, главное. Так, я уже куда-то выплывал вниз, да, получается? Это мне хорошо, что у меня баг произошло, ребят. Да. Ну да, реально, мне, то есть, надо сюда зайти, а... А знаете что, тут где-то метки же у меня были. Вот метки, да, консоль. Включена дверь, включена. Может, они, говорят, цветом менять. Кислородная станция, кислородная станция. Давайте вот эти кислородные станции выключим. Нетка скафандра. Да, давайте вот это выключим. О, здесь же где-то заход-то был, алло. Вот здесь же, вот он. Чё не так-то? Вот здесь, наверное, вот с этой стороны. Да, я, наверное, не с той стороны захожу, наверное, вот с этой стороны. Залази. Залази через эту... Эту какого? Как я уж называл-то её? Корочка майонезная. Те вход-то, мать его, за ногу. Вот здесь же был вход. Алло, это баг или что это? Наконец-то я нашёл его. Господи. Всё, побежали туда бегом, ребят. Я здесь всё изучил? Надеюсь, что да. Давай, запускайся. Да какой используй, бутылку возьми, повреждена. Чего? Проникнуть, исследовать обломки корабля, запустить центрифугу. Центрифуга неисправна. Что? Что? Господи, столько заданий. Ты чё там делаешь, дебил? Особая нашивка и раздутый скафандр, который свидетельствует о повышенном газообразовании вследствие чрезмерного употребления брокколи, указывает на принадлежность данного тела группе «Зелёная Вселенная». Он пролез. Продолжение ограничения данный мешок с метаном, водородом и органическими остатками можно использовать для придания начального ускорения центрифуге. Осталось придумать как. Требуется воспламенитель, да сука. Знаете, что это такое? Воспламенитель, ребята, это вот здесь вот. Да, я думаю, зачем мне нужен воспламенитель? Алюминий, батарейка и индуктор. Охренеть, здесь столько всего задействовано вот в этой вот локации. То есть мне нужны то, и это, и индукторы, и хренукторы. Откуда я должен это знать? Это вот искусственное затягивание геймплея разработчиками. Хотя разработчики такие, нет, мы не затягиваем геймплей. На самом деле это называется, ребят, искусственное затягивание геймплея. Когда сюжет не могут сделать нормально, ну, интересно какой-то, интересно персонажей сделать, там, историю. Вот начинается вот это вот. Искусственное затягивание сюжета. И это мне, ребят, не нравится. Еще это мейнесс, блин, сраный. Все, у нас кислород теперь тратится. Жопа. Жопа, жопа, жопа. Сейчас опять индукторы надо делать, сердце надо делать. Проблемка. А мы еще ту часть, кстати говоря, вот не до конца исследовали, тоже все равно там много чего у нас не исследовано. Надо эмигранаты сделать. Ну, там вот снизу мы не исследовали. Куда вот мы не летали, сюда вот не летали. Ну, к чему мы где не летали? Да. Вот такие дорогие. Летим, ребят, летим. Геймплей. Это еще я вам вот говорил, да, то, что я вырезал там, ну, где я ресурс перемещал, немножко фармил. Это вот, представьте, я еще вырезал. Если так, такая вот, ну, дятенька, кстати говоря, ну-ка. Транспорт запрещен. А зачем мне тогда вот эта хрень нужна? Это же транспортный какой-то отсек. Ладно, забыли. Так, воспламенитель еще раз. Два алюминия, две батарейки и индуктор. Два, две батарейки. Два алюминия. Где батарейки-то у нас? Вот тут есть. Две батарейки и индуктор, да? А индуктор-то из чего делается? Индуктор, точно индуктор. Индуктор. Точно, ребята, индуктор. Индуктор. Металл, пластик, два провода. Металл, пластик, два провода. Металл, пластик. Металл. Индукторы нам потом будут попадаться. Даже я помню вроде бы. Воспоменители. Ничего там больше не надо. Никакие бомбы. Хреном бы. Какое-то прочее говно. Нет? Точно. Игра, ты подумай. Кстати, у нас разрядные элементы есть. Они тоже куда-то нужны будут. Давайте, кстати говоря, вот здесь возьмем. И вот это возьмем. Искрафтим эту ленточку. Утолщенную изоленту. Знаете, что я понял? Нам нужно что-то. Уже это как бы ресурсы нужны. Ааа. Так, 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 так. Сохраним. Так, у нас что, если кислородного нет, что ли баллона? Ну, подожди, не, надо взять с собой. Один кислородный надо. Так, если что, 8. Прочность 2. Тут 1900. 1900. А нахрена мне этот? Подожди, я же его построил, чтобы, типа, заходить или что? Или я его не так поставил, что ли? Ну что, снизу надо было ставить, или что? Не знаю, короче. Что-то, может, я не так это поставил. Там вот снизу еще, да, две метки есть у нас неизвестных. Надо будет обязательно слетать. Обязательно слетаем. Мы потом на военку туда наверх слетаем, потом туда... В общем, нахрена, что надо? Наверное, кстати, мы сейчас майонез-то вот этот отключим. И нам, наверное, понизить радиацию еще добавят. Плюс 1. Потом там, наверное, плюс 2. Плюс 3. Плюс 4. Плюс 3, точнее. Плюс 4. Плюс 5-6. Просто я думаю, где нам... Типа, нам надо же 4 раза понести радиацию. Нам вот туда вот надо что-то слетать 300 метров. Ладно, давайте сначала мы с майонезом доделаем, ребят. А потом, кстати, можно туда вниз слетать будет, глянуть все-таки. Как мне этот майонез уже достал. Локация такая. Вот из-за этого вот майонезных вот этих скоплений еще так как-то... Немножко, ребят, неприятненько. Сюда, не сюда. Я уже не помню, ребят. Опять, мам, не сюда прилетел. По-моему, надо ниже, ребят. А, нет. Слава богу. Триндец. Локация 2 квадратных метра. Мы здесь бегаем, как будто я не знаю что. Давай, лети нахрен отсюда. Все, полетел в задницу. Вставили ему свечку и пошел крутиться. Несмотря на то, что в задаче подразумевалось выкачивание газа для создания миниатюрного двигателя с воспламенителем, ваш варварский способ прямого поджигания задницы признан эффективным. Пора проверить пункт управления. Хорошо, летит. Хорошо, смотрите, космонавтом точно станет. Выбраться наружу. Что-то пошло не так. С одной стороны облакаем. Открывай. С другой стороны мы все еще не летим прямо в ядро. Это хорошо, но советую поскорее выбираться отсюда. Заблокировано. Нужно найти другой путь. Какой другой путь? Какой другой путь-то? Стекла не бьются. А какой реально другой путь-то? Может туда-куда-то, подождите, надо сохраниться? Какой нахрен другой путь? Ты видишь другой путь? Я нет. Ау. Нет. Не показал, что ли? Да, туда, вверх, в трубу. Если ядро было повреждено и майонез из центрального контура выбросило в космос, то мы можем воспользоваться тем же путем для эвакуации. Туда, в трубу? Че тоже меня сейчас здесь размотает? Или куда, блядь, он в трубу-то хочет, чтобы я... Че он, блядь, делает надо мной? Туда, говорит, в трубу. Сюда? Нет, здесь же все закрыто. Да, туда, говорит, в трубу. А, вот сюда в трубу? Все равно на эту, да, надо было. Трындец. Пол хп, блядь, потратил. Ай. А ваша невероятная ловкость совместно с невероятной удачей и невероятной левицейскими давит творить настоящие чудеса. А в любом случае наблюдается понижение активности ядра. Если что-нибудь там не взорвется в ближайшие пару минут, то задачу можно считать выполненной. И половина, короче, улетела туда. Не могу с уверенностью говорить, но, судя по всему, это была резервная энергетическая ячейка новейшей ядерной варп установки в ядре лайнера. То, что мы увидели, является одной из самых охраняемых правительственных тайн. И присутствие там радикала зеленой вселенной подтверждает их причастность к катастрофе. Понятно. Так, мы понизили радиацию еще. Так, хорошо. Сохранились. Сохранились, ребята. И давайте слетаем туда вниз. Мне интересно посмотреть, что там внизу. Охренеть, сколько я времени здесь потратил. Да, сколько? Вот целую серию ту, да, и эту вот, считай. Частично. Охренеть. Ой. Ой. Да долго, реально. Что-то то туда, то это, то сё, му сё. Там покрути, тут отправь. Что-то реально как-то долго. Кстати говоря, вот этот объект очень хорошо охраняется. Я вижу, здесь дохренища пушек разных. Прям дохренища. Богатырь. Там, по-моему, написано богатырь. Богатырь. Да, там. Куда ты слез, дебил? Где он? Да, там написано корпусе богатырь. Да, и вот эта пушка богатырь большая. И где-то около богатыря есть этот, как его, шаттл. Вот этот вот. Стыковочный модуль, короче. Стыковочные ворота. Такие уже не ставят, хотя это довольно удобно для экстренной эвакуации. Вот. Чё ж я раньше туда не приплыл? Вот они. Транспортная площадка, ребята. Это чтобы тачку сделать. Ну, прикиньте. Это чтобы сделать тачку, ребят. Вы думали, для чего? Для того, чтобы сделать тачку, ребят. Да. Так, это мы не берём лом. Нам не нужен. Так, а чё, здесь говно всякое, да? Так, да, видите, эту, как его, на блоке? Пол. Ворота для входа... Для выхода в космос мало транспортных средств. Открывается автоматически, закрывается автоматически, ломается тоже автоматически. Вот нам он нужен. Но нам ещё нужен бы этот исследовательский стол. Нам тачка бы нужна, да? А как нам тачку скрафтить? Это что? Это еда. А как бы нам тачку скрафтить? Блин, чё я сюда раньше не приплыл? Так, можно, кстати говоря. Можно, кстати говоря... Да, вот они. Короче говоря, нашли мы стыковочную. А тачку-то как создать? Вот там богатырь, там вся хрень, да, короче? Там модуль отключения у них близко. Вон там модуль, да. Да-да-да-да, я знаю. Часть орудий, кстати говоря, можно отключить, попробовать. Вон туда можно залететь. Полетели вон туда, слетаем. Чё там? Да, я знаю то, что я сказал, что мы к военным пойдём. Впереди инженерный челнок. Да, я сказал то, что мы к военным пойдём. Да-да-да, ребят. Сейчас мы поизучаем немножко. Знакомая технология ремонта. Вы по одной брошюре учились? Да, он тоже так же ремонтирует. Молодец. Розовые трусы. Зайку бросила хозяйка. Надеюсь, это не его бельё. Но я бы их всё равно не трогал. С кем уже известна усиленный лом? Да, мы её уже знаем, кстати. Мы, кстати, можем что-то скрафтить здесь. А чё нам крафтить? А нам крафтить-то нечего, да? Космический автомобиль. Вряд ли он полетит с пробитым двигателем. А вот конструкция штурвала довольно интересная. А, кстати говоря, да, нам же надо штурвалы. Подожди, а где мы ещё инженерные модули видели? Этот мы отсканировали. Там мы тоже, по-моему, отсканировали. Где-то ещё, что ли, получается, один будет? А зачем он нам? А нам нужен он, чтобы, по-моему, просто полететь. Так, ладно, это мы... Хорошо, так, это мы разберёмся потом. Для чего, куда и как. А аптечку у тебя здесь нету? Так, полетели сейчас домой. Да, ребят, до дома сейчас полетим. Так, мы его изучили. Ух, сколько здесь интересных вещей. Раз мы летим домой, давайте-ка мы тогда... Вот это тоже заберём домой. О, это изолента. Так. А я знаю, что хотел. Я хотел там... Посмотреть, может, что-то я отключить смогу. Так, ещё инженерный модуль я нашёл один. Я красавчик. Хотя я его и так видел. Может, где-то что-то можно здесь отключить какую-нибудь установочку поближе. Ресурсики с неё снять. Да, я в курсе. Он там. Богатырь. Тырь, тырь. Богатырь. Так, а где у тебя здесь отключашка-то? У тебя, наверное, отключашка в другом месте, да? Там вот я тоже одну отключашку вижу. У тебя же отключашка где-то должна быть. Алло. Сохранились. Угу, вон у меня вот ключашка. Вот она. Ага. И теперь можно забрать... Алло. Алло, в общем, не забирается. Всё, забралась. Так, один элемент управления мы забрали. Это теперь не действительно... Недействительно. Так. Хорошо, вот эти штучки нам нужны будут. Нам что-то надо будет из них крафтить, я помню. Что-то надо будет, ребят, крафтить. Так. А вот она, отключашка. Их, по-моему, все можно... На амбразуру. Кидается грудью на дулу пушечного выстрела. Что-то там. Так, мы ещё одну отключили. Мы с тобой красавцы. Мы уже... Мы три здесь отключили. Там ещё есть. Смолы здесь очень много. Я вижу. У меня ХП... У меня ХП, как видишь, очень мало. Это рабочая автономная кислородная станция. Так. Тихо. Очень много здесь смолы, ребят. Прям вот вон смола, вон смола. Везде одна смола. А, хитрый такой. Так, что у нас здесь? Ещё есть порох в наших пороховницах, так что мы... Ножницы, я не знаю, куда у нас столько ножниц. Инвентарь полон. Таше резинка здесь у нас лежит. Давайте выключим этот, вот этот, вот этот. Ножницы, я думаю, нам не так сильно нужны. Так, подождите. Сохранились. Операция стелс. Стелс операция. Айти какой. Айти какой. Ах ты, блядь. Через текстурку, ребят, отключили. Так, инвентарь полон. Тогда выкидываем что? Выкидываем, конечно, металл тогда. Выкидываем два металла. Так. Мы отключили достаточно много с тобой этих. Там ещё остались. Вот там раз осталось. Вон там две осталось. Ну, я думаю, сюда надо прям будет это, отдельно, ребят. Прийти. Смолы пофармить. Короче, сюда надо прям лететь и фармить, ребят. Задача какая сейчас? Задача, во-первых, не сдохнуть. Во-вторых, у нас осталось мало кислорода, у нас осталось мало всего. Мы используем аптечку, мы используем кислород. Задача, долететь до базы, построить стыковочный модуль для транспорта. Да. И мы молодцы. Колонки прогулочного челнока вырваны с мясом и выведены наружу при помощи дешёвого удлинителя. Похоже, он пытался привлечь к себе внимание громкой игрой на гитаре. Акустической, через колонку, в космосе. Акустической, через колонку, в космосе. Да мы поняли, да, мы поняли, здесь вакуум. Но здесь тоже ресурсы есть. А это что? А, это колонку, да, можно просканировать. Но это я потом просканирую. А вот там я был. Я чё-то не помню. Странное место, но может быть что-то полезное. Так, чё, неужели есть ещё один штурвал, найду последний. Хрен. Телевизор разбирал настоящий мастер, хотя конечная цель не слишком благородна и законна. Просмотр каналов для взрослых не входит в стандартный пакет услуг лайнера и подключается за приличные деньги без таких инженерных изысков. Ага, нет, штурвал я здесь не нашёл, ребят. Последний. А надо четвёртый штурвал, но он, наверное, где-то будет где-нибудь на военной базе, там, либо где-то. Ну, в общем, сопрепрятанно, наверное. Будет, навряд ли мы все эти четыре штурвала найдём на инженерных тачках. Может, там где-то вот будет. Нам, короче, везде, ребят, есть что поизучать. Везде очень много чего интересного. Везде надо это изучать. Ресурсов очень много собирать можно. Нужно ли, да, нам? Конечно, нужно. Потому что наши же великолепные разработчики эту игру разрабатывали, которые ни в коем... Ни в коем случае не делали упор на что. На крафт. Конечно же, они не делали упор на крафт. Где? Так, это мы берём сюда. Это мы ложим сюда. Давайте, что куда пропихнём, что куда есть. Всё подзабьём, короче. Так, это мы тоже сюда переложим. Так, это надо сразу переделать. Так, это сейчас переделаем. Да, господи. Так, что я хотел, что я хотел посмотреть-то? Так, это... Так, хорошо. Так, если это, это, то, то... Сейчас, 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 я соображу. Ещё на военную базу хотел слетать, ребят. Ещё хотел на военную базу слетать сегодня. Хотя бы долететь до неё, ребят. Хотя бы туда жопу, жопу свою поместить. Так, давайте мы... Хотя навряд ли. Давайте с собой возьмём зашифрованную ленту. Может, там на базе на военную у них есть где расшифровать? А может, нет. А может, да. А может, это всё слова. Так, модуль декора... Пол... Что нужно? Индуктор алюминий... Компенсатор, индуктор, два алюминия, короче. Сейчас ещё найти надо. Два алюминия. Индуктор, компенсатор. Давайте смотреть. Индуктор нужен и компенсатор. Индуктор, металл, пластик, две проволоки. Металл, это что? Металл, пластик, две проволоки. Металл, пластик, две проволоки. И компенсатор. Щёлочь, два очищенных металла и титан. Щёлочь. Два очищенных... Титан. А титана у меня нет. Титана, кстати, реально у меня нет. Мне надо бы титан пофармить. Так, это мы сделали. Мы красавцы. Хорошо, а как тачку-то сделать? А, создать транспорт. Прямо здесь? А, мы можем создать прям здесь транспорт. Генератор два нужно. Энергетические ядра брасэдж два. Компрессор два. Ликоплазма у меня нет, ребят. Я ликоплазму-то одну потратил. Компенсатор ликоплазма. Ликоплазму случаем с помощью щупа. Нельзя достать оттуда из... А что там, чтобы аптечку-то сделать? Нужен что-то... Спирт, да? Спирт, по-моему, и ткань, да? Спирт, ткань. Потому что мне нужна аптечка. У меня кровати нету, ребят. У меня кровати нету. А когда нет кровати, это плохо. Так, а подожди, я не могу дать декор. Как бы кровати создать нету, еще не могу. Светильник, другое. Гитара, потолок. Нет, пока пол я ничего создать не могу. Как бы я не могу из себя кровать создать. У меня дырки, кстати. Требуется жвачка. Кстати говоря, насчет жвачки, ребят. Жвачка. Мы теперь умеем делать жвачку. Инструмент жвачка. Нужна смола одна. Нужна одна смола. Да, кстати говоря, у нас дырки есть. Нам надо бы их заделать. Четыре смолы. И смола, видите, нам нужна. Нам, ребят, нужна смола. Так, 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 так. Требуется жвачка. Да, господи, ну возьми вот в руки, ну что ты. Вон. Кислород 35. Шанс пробить и 75. Охренеть. Почему 75 шанс пробить это? И что, у меня теперь здесь жвачка будет? Заткнуть пробой, но прочность 95. Требуется скребок. А, я могу назад. Подождите, а я могу, допустим, ремонтным этим отремонтировать? А, зашибись. Че? Мне показалось ли здесь что-то? Нет, мне показалось. Ладно. Так. Так, ребятушки, так. Жвачку здесь сложим. Это с собой возьмем. Это с собой, я думаю, один. Блин, нам это надо. Что ж, везде по одному-то. Один сюда. Кушаем, едим. Ну что, пойдемте на военный этот, попробуем сходить. Я не знаю, что получится, ребят. Тачку мы можем создать, но у нас элекоплазма, это элекоплазма не хватает. А давайте попробуем вниз спуститься. Я бы, на самом деле, хотел бы сделать... Ну, сейчас, да. Ну, как сейчас вообще бы сделать? Не затягивать с запорожцем, потому что запорожец классная вещь. Там бесконечный кислород, ребят. Нам, наверное, вот элекоплазма, она вот эта вот. Обнаружи на турель. Так, тут турель. Хорошо. Мы ее отключим. А мы возьмем и отключим турель. Мы все турель, короче, обезвредили, прикинь. Практически. Слушайте, а чтобы... Да, вот это вот, видите, шарики вот там вот? Это элекоплазма. Нам ее как-то надо доставать оттуда. Надо загуглить. Потому что я туда залечу, если я сдохну. Столько всего, ребят. И туда охота, и сюда охота. Там что-то можно изучить. Тут что-то можно изучить. А тут-то что? А, тут этот металлист. Да, металлист. Да. Да, колонка. Все понял. Металлист со своей колонкой. Так, ладно. Летели на военную базу. Бак с кислородом где-то надо большой взять, ребят. Тоже надо загуглить. Чтобы не мучиться себя, не мучить. И вас не мучить. Нужно где-то бак с этим найти. Точнее говоря, большой бачок я, то есть, нашел уже маленький, получается. Точнее, маленький, господи. Первую часть я нашел. Она вот здесь вот. Да? Да, он вот здесь вот. Генерал, полковник, лейтенант. Он вот здесь вот. А где еще один хрен, хрен разберешь. Да, блин, да перелетит ты, господи. Тормози. Так. Потому что нам нужен запас кислорода. Потому что мне 200 было, а 275. Пополняется долго, конечно. Где-то здесь, типа, еще один должен быть. Один там. Типа на... Северо-запад. А другой на запад, что ли. Что-то я какое-то там такое обозначение видел. Один на северо-запад, другой на запад. Если брать звезду, вот это вот ядро, это север. Один, получается, на северо-запад. Ну да. Другой на запад. Хрен знает. Че, отсек номер пять. Где правительство перевозило некие военные разработки. Где-то здесь, короче. Ладно, поехали внутрь. Здорово, ВДВшник. Что у тебя за рожей, рядовой? Ты слишком умный? Два наряда вне очереди. Дверь открывай. Почти служил, новое достижение. Использовать курицу. Генерал, добро пожаловать, сэр. Есть сэр. Генерал, сэр. Курица военная, ребята, у нас. Стоит заметить, что роботопривратники не могут состоять на службе. В связи с чем его реальная причастность к рядам вооруженных сил крайне сомнительна. Похоже, что его микросхемы залило спиртом при крушении. Залило спиртом, ребят, при крушении. Так, здесь много чего интересного. Я вижу. И аптечки, кстати говоря, можно сразу юзнуть. Так, обшивки. Если попробовать перенести некоторые технологические особенности от этого древнего агрегата на современные сломанные катушечные магнитофоны, может получиться рабочий протодель или взрыв. Так, кислородные баллоны. Ключ-карта. Воярный пропуск с магнитной лентой. Такие ключи особенно популярны у вояка за невероятную прочность. Ага, взять. Так, ну здесь водичку попить. Куча ткани, кстати. Блин, сюда я, наверное, еще приду, ребят, да? Проход... Проход нет, запрещено. Понятно. Внутри ничего интересного, кроме устройства полозьев, выдвигающихся ящиков. Угу. Так, спиртецкий генерал Куроплётов. А, он, курица. Необычное лицо. Зато реакция привратника на курицу стала более понятной. Да. Подробный план технического отсека. Давайте отсканируем. Так. Еда, еда. Кстати, резины много. Ага. Трогать не будем. И много этих как вон. Много ткани. Двери заблокированы. Хорошо. Опа. Вот индукторы. Они нам и нужны будут в будущем. Может, я говоря, попить, я думаю. Тручку взять. Здесь же нельзя ничего дёрнуть. Нет, здесь всё открыто, только туда, куда открыто. Нет данных об устройстве ламп дневного света. Точнее, не было. Так, это мы изучили. Это же дешифратор. Мы можем узнать, какой информацией обмениваются гробы Брасидж, раз я всё равно нарушил всё. Странно. Это больше всего похоже на виртуальное общение слаборазвитых человеческих особей. Но при этом оно ещё более бессвязно и не имеет никаких закономерностей. Зачем такая информация гробам? Можно к вам. Нит ухаха. Гоу, пацаны, я создал. Всё за хрень они тут писали. Топляк. Топляк, это хорошо. Хорошая дверь. Спорим, вы её не сломаете. Я же говорил, что вы с ней легко справитесь. Так. Чё у нас по ресурсам? Уже практически заполнено. Так, мы здесь были. Сюда мы не пройдём, значит. Это что? Это курица, кстати, да? Мне кажется, костюм под куриц как будто. Я не знаю. Какой-то хоррор начался, ребят. Давайте возьмём, пока возьмётся. Выносить, я как понимаю, всё равно всё буду. Подробный план транспортного отсека. Где? Малый транспортный отсек. Что значит малый? Что значит малый? А мы какой построили? А, малый, да, у нас. А мы большой, кстати, да, построили, по-моему, сразу с тобой. Так. Экспериментальные скафандры Кедр были доставлены на капитанский мостик, так как вы, товарищ Лосинский, относились к ним с особой небрежностью. Вам же, пока вы досконально не изучили инструкцию по Кедру, которую я прилагаю к этому письму, под ответственность хранения поручаются костюмы для детского выступления. Попробуйте хотя бы их не сломать. Похоже, что вы успешно доделали работу за этим Лесинским, уничтожив скафандры вместе с капитанским мостиком. Но по данной схеме можно попробовать создать аналог. Создать скафандр Кедр. Разумеется, вы помните, что мои интеллекты и обаяния вместе со всем нагрудным блоком должны быть перенесены в новый скафандр для его полноценной работы. Да. Кстати, ускоритель 50, а у меня есть ускоритель на 75. Устаревший ускоритель. Чё, я его не скрафтил? Индуктор нужен, смола и титан. А индуктор я нашёл. А чё за... Чё это там надо? Титан, скафандр... Кедр, вот. Да, вот это нам надо. Алюминий. Ну, по-моему, инженерный здесь самый лучший. Я не помню, какой самый лучший. Или скафандр, кедр. Алюминий, свинцовая краска, титан... Свинцовая краска, титан, рулон. Надо ускоритель-то сделать. А то у меня говняный ускоритель стоит. И баллон где-то военный ещё надо. Где-то надо военный баллон это найти. Похоже, что стенд для скафандра сломан, хотя починить его не составит труда. Стенд для скафандра. Это мы эту изучили. Стенд для... Для костюма стенд, да? Сейчас посмотрим. Да, стенд для скафандра. Стекло, лампочки и титан. Туда можно будет эти ставить. Блин, вот с фонариком я бы пользовался, ребят, но ни хрена им не видно. Он слепит всё. Я, наверное, с удовольствием бы им попользовался. О, кому-то там хорошо. А это мы где? Подожди, а мы кругом, что ли, вошли? А, да, получается, мы кругом вошли. О, такая задача-то какая-то. Исследовать обломки корабля. Создать, экипировать скафандр кедр. Сюда можно прийти ткань подобывать. Если я не забуду. Да и вынести всё, что здесь есть. Тумбочка с ящиками. Ну да, здесь ткань пособирать. Спиртяжку забрать. За кадром я, наверное, ребят, приду сюда, уже зафармлю это. Чтоб вас, так сказать, не заставлять. Да и найду этого хрена маминого, который где-то здесь. Хрена маминого найду. Который ускоритель нам должен сделать. Дать. Сделать, дать. Ускоритель. Вот. И транспорт. Насчёт транспорта, кстати. Тоже надо будет что-то сделать. Ну ладно, я за кадром, короче, прилечу сюда на базу. Зафармлю. Базу там, вот эту ткань всю зафармлю. Потому что ткань нам нужна. Там краска, по-моему, чтобы кедр сделать, нужна краска. Я правильно понимаю? Ещё разочек. Кедр. Скафандр кедр. Да, нужна свинцовая краска. Четыре штуки, по-моему. И два рулона. А рулонов у нас нет, потому что у нас нет ткани там, по-моему. Вот. И мне придётся вон туда за краской лететь, ребят. Мне придётся за краской лететь. Потому что краски у нас нету, да? Четыре. Краски у меня только две. По-моему, где-то здесь ещё краска была. А, ну две этих есть. Или не придётся лететь. Ну, туда всё равно назад придётся возвращаться на базу. Да, на базу нам придётся вернуться. Я чё понял, нам нужны... Нужен опять металл, ребят. Потому что у нас... Этот, как его? Не металл нам нужен, а... Кстати, индуктор у нас, да, теперь появился. Ой-ой-ой, этот... Ящик нужен, да, нам ещё один. Потому что всё, у меня уже ящики всё опять забиты все. У нас все ящики забиты, ребят. У нас тут всё по кругу, короче, выложено. Я не знаю, почему разработчики не сделали сюда нормальные ящики. То есть, ну, такие, которые вешались бы на стену. Не знаю, пожалели то ли чё. Могли бы сделать... Вот, всё выкладываем сюда. Это надо будет заправить. Эту я одну заправлю. Это я слетаю. Короче говоря, всё, ребят, на этом... Вот. Подожди. Давай насчёт краски-то решим. И, кстати, надо лёд, эту жишку тоже переделать нахрен всю. Чё она у меня лежит? Давайте попробуем скрафтить чё-нибудь. Давайте краски две скрафтим. Так, кедр. Светцовая краска есть. Четыре алюминия, два титана и два рулона. Четыре алюминия. А у меня нету, да? Столько два рулона. У меня не найдётся столько этой ткани. Хотя... Блин, с тканью, кстати говоря, вообще проблема. То есть ткани у нас вообще нету. Охренеть. Ну, тут ещё, да, есть рулон вообще-то. Ну, рулон у нас два буквально осталось. Давайте перекратим всё в еду. Так. И что я хотел? Я хотел кедр. Четыре алюминия, два титана. Четыре алюминия, четыре алюминия, два титана. Четыре надо. Алюминия. Чё, титанов нету? И два титана. А титана-то и нету, да? Один. Всё? Один титан? Серьёзно? Дэм. 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 Они есть ещё. Титан надо нафармить. Так, скафандр, кедр. Создаём. А, вот это устаревшее ускоритель надо создать, ребят. Индуктор, смола и титан. Индуктор, смола и титан. Индуктор, смола и титан. Снаряжение. И вот этот, где-то военный баллон нам надо. Так, во-первых, вот это. Да. Во-вторых, вот это. Новый костюм не понизит активность ядра, но повысит ваше сопротивление радиации, что является равноценным. Почти. Ага, мы то и сделали, да? Четыре понизли. Из всего потенциала кедра вы смогли использовать лишь улучшенный материал для подкладки, но даже этого вполне достаточно для повышения шансов на выживание. Пятый где-то там, наверное. Шестой знаете где, наверное? Где-то, ребят. Там вот, вот там вот. Шестой, наверное, там. Наверное, ещё один там. И, наверное, ещё один там. Получается, мы всё сделали. Ой, не то сделал. Скафандр-кедр. Это мы выкинем. Наверное, по-моему, самый лучший это экипировка электрика или скафандр-кедр. Я не помню. Так, ладно. Всё. Сейчас ещё одно сделаю. Делал какой. Надо заправить тачку. Тачку на протачку. Надо тебя заправлять-то, да. Всё, увидите сами же в следующей серии. В следующей серии мы с тобой пойдём... Куда? Мы с тобой пойдём. Я, в общем, короче, за кадром там военку сейчас залутаю. Там эти, как вы, шмотки заберу. Ткань. Ткань вот эту всю заберу. Просто сюда перетащу. И чё я сделаю-то? И всё, наверное, да? Дальше мы, наверное, с тобой, знаешь, куда пойдём? Наверное, пойдём туда вниз. Там, где вот богатырь. Мы с богатырём пойдём разбираться. Смотреть, чё там. Чё там за богатырь? Вот. И потом надо будет туда лететь тоже. Электоплазму эту надо будет тоже загуглить. Посмотреть, как она делается. То есть, ну, не как делается, а откуда добывается. Вот. И тут, конечно, надо бы покрафтить бы нам. Много чего бы ресурсов бы, на самом деле, пособирать. На самом деле, ресурсов-то у меня не так много. Мне вот титан нужен, да, которого у меня нет. Всякие индукторы, хренукторы. Батарейки тоже уже. Да, батарейки тоже уже практически нету. Хотя есть. О, кстати говоря. Чё тут лежите? Так, ну-ка, это мы перекрафтим сразу. И хорошо. Место. Место экономим, ребят. Всё. Увести с тобой уже в следующей серии. Там продолжим. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...